Ну да, хотелось бы начать не с комментариев к матчу, а с комментариев к тому, что нам, как в цивилизованном мире, надо поблагодарить предыдущий тренерский штаб, который в миру своих сил, в миру возможностей, с отдачей работал, работал. И нам достался достаточно хороший материал, достаточно хорошие футболисты, которые сейчас вместе с нами, с новым тренерским штабом, зацелены на то, чтобы изменить ситуацию, которая складывается неудовлетворительно по количеству очков на данный момент. И мне, как приверженство такого атакующего футбола, наверное, немножко хочется ее переменить в плане зрелищности. Футбол должен стать более зрелищным, команда должна научиться забивать и выигрывать. Что касается игры, то картина получилась, в принципе, ожидаемой по тому, что ромави пропускает очень мало, выглядит в обороне достаточно организованно. И видно, что это выстроенная команда, которую сделает тренер. Что касается нашей игры, мы по ходу этого матча сделали замены. И все замены, если вы обратились внимание, коснулись именно центральной линии поля. Как мне кажется, именно здесь, пока у нас есть самый большой потенциал для роста. Мы в эти сжатые сроки, то количество сжатых матчей, которые осталось в восьми матчах, должны постараться исправить ситуацию, найти какие-то внутренние резервы и побеждать. Ну, это по итогам матча. Пожалуйста, вопросы. Сергей Александрович, шесть матчей, два забитых мяча. Вы сейчас сказали, что резерв в средней линии, но сегодня было ощущение, что не очень понимают команды, как забить. Даже Армавиру, ну, при всем уважении, команда находится ниже нас, а мы не в самом лучшем месте находимся. Все-таки, кроме средней линии, еще какие-то есть у вас идеи или пока непонятно до конца? Потому что еще раз, я сейчас... Я пока, да, пока мы здесь беседуем. Пока мы здесь беседуем, я вам ни одной своей идеи еще не скажу. Да, потому что то, что было осенью, да, и то, что сейчас мы видим, ну, это немножко... Осенью хоть какая-то была надежда, сейчас вот какое-то ощущение безнадемки. Ну, я это ощущение безнадемки с вами не разделяю. И очень хочется, чтобы это ощущение не разделяло наше команды. У нас есть чем усилить, ну, в каждой линии. И сегодня были как хорошие моменты, так и те моменты, которые мы хотим исправлять. Я думаю, что команда станет сильней, команда станет сильней. И только дело мы можем доказать. Сегодня Лебединка опустился с высадом и выходом Аршакяна чуть ближе к середине. Показал, что это было не совсем эффектно, потому что впереди быстрее потеряли и в середине не приобрели. Ну, у меня другое мнение. У меня другое мнение. Мне кажется, что очень хорошо, что у нас в команде есть футболист, который может играть достаточно разнообразно, который мы можем использовать на нескольких позициях. И вообще в современном футболе универсализм очень ценен. Если в команде есть люди, которые играют в атаке, в различных позициях, в центре поля, это дает лишний тактический плюс в нашей игре. Сергей Александрович, мне показалось, что сегодня вы перестроили команду на 4-4-2 с ромбом в центре поля, потому что полузащитники не создавали ширину атаки, а смещались в центре. Ну, есть такая тенденция современного футболи, что позиции крайних полузащитников постепенно отмирают. И центральные полузащитники должны быть достаточно активны в атаке, должны иметь умение вести оборонительные действия. Ну и в принципе то, что вы заметили, оно примерно соответствует действительности. Пожалуйста. Сергей Александрович, вы говорите о более атакующей игре, но возможно ли за оставшиеся всего полтора месяца сделать какой-то более роков в брани, и там более отравить позиционные нападения, и при этом решить еще и задачу по сохранению места на это? Ну, если бы мы не видели выхода из этой ситуации, или считали, что это сделать нельзя, мы бы не брали сюда. Мы взялись за это дело, мы постараемся это сделать. Я уверен, что здесь будет хорошая команда, и она будет побеждать. Еще маленький вопрос. Вы сказали, новый тренерский штаб вот на сегодня, ну не вчера, да, у нас там заявки вратарей было больше, чем тренеров в команде. Какие-то усиления в тренерском штабе планируются? Ну, точно не планируется усиление в линии вратарей, как вы сказали, что их много. А клуб должен постоянно развиваться, также тренерский штаб должен совершенствоваться. И когда мы говорим, что сессилиться идет всегда, что ищем футболистов, так и по поводу усиления тренерского штаба, я считаю, что он должен быть усилен, да, и мы надеемся, что так будет. Подскажите, состояние Дмитрия Кортнева, каково будет он для того, к следующему матчу? Ну, насколько я знаю, мы предстоим, как это все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...